Так, ну вот пока тут люди не набрались Пока люди набираются Я думаю, что мы с тобой сегодня сделаем упор На то, что мы все-таки потом опубликуем запись Потому что Тестовый эфир мы с тобой даже по-человечески Финансировать не успели Ну в силу того, что ты там С полицией разбираешься Я тут по судам мотаюсь Слушай, ну расскажи, пожалуйста Вот эту вот инициативу Вашего головы Республики Харахорди На тему того, что он хотел Внести какие-то там изменения В Конституцию Республики Я так понимаю, что это такая инициатива Своего рода довольно сомнительная В том плане, что Сейчас как бы очень остро стоит вопрос О так называемой федерализации Вот этих вот республик, которые входят в состав России Очень много провокаций на этот счет Очень много спекуляций на этот счет Есть в таких республиках Насколько я знаю, даже вот такие, скажем Радикально настроенные объединения Молодежи, которые требуют того Чтобы республики отделялись от страны Чтобы они жили самостоятельно Автономно И, в общем-то, как будто бы Ни от кого не зависели Вот, и получается, что В общем-то, можно сказать, что Харахорди в какой-то степени На руку сыграл Этим группам Вот такой вот инициативы Но я так полагаю, что это провокация В общем-то, она ведет именно к тому Что хотят разделить территорию нашей страны Вот, ну, кто? Кто? Глобалисты, да? То есть у них даже несколько вариантов карты И того, как они хотят поделить Вот, нашу территорию Вот, вот, с твоей точки зрения Что за инициатива была Харахорди Ну, давай расскажем людям И к чему она могла бы привести Если бы вот ваша Вот, как бы, деятельность Забегая вперед, скажу Что активистам, уважаемым зрителям Удалось добиться отмены Отзыва этого проекта Вот, Арбер, расскажи, пожалуйста Да, я начну, наверное, с самого начала Чтобы людям было понятно Меня хорошо слышно? Потому что я использую наушники Да, хорошо тебя слышно Я тебя хорошо слышу Все прекрасно Все началось с того, что 25 сентября Вышла новость о том Что глава Республики Алтай Олег Леонидович Харахордин Внес предложение по внесению поправок В Конституцию Республики Алтай Мы, Республика, мы имеем свою Конституцию Для нас это основной закон Она принята в 97 году С этого времени, конечно, были различные поправки Но в этот раз Олег Леонидовичем была внесена Достаточно серьезная, на мой взгляд, поправка Касающаяся такого понятия Как целостности территории Я хочу прям зачитать Какие статьи должны были Быть подвергнуты изменениям В принципе, из всей Конституции Предполагалось убрать это понятие Например, из статьи 2, которая гласит Республика Алтай провозглашает незыблемыми основами Ее конституционного строя И деятельности принципа демократии Законности народовластия Единства и целостности территории Равноправия народов Приоритета прав и свобод человека и гражданина Разделение властей Гармонии общеловеческих и национальных ценностей В статье 10 предполагалось ликвидировать это понятие Которая статья звучит следующим образом Территория Республики Алтай Является исконной землей Традиционного расселения ее коренного И других народов Обеспечивает сохранение их самобытности Территория Республики Часть территории Российской Федерации Она целостна, неотчуждаема, неделима Ее граница не может быть изменена Без согласия Республики Алтай Вот здесь должно было быть исчезнуть слово Целостно В статье 67 предполагалось изменение Которое звучит так Так, административно-территориальное устройство Республики строится на принципах целостности И неделимости ее территории Сохранения естественно исторического расселения И максимального обеспечения интересов Прав и свобод граждан Социально-экономического развития Каждой административно-территориальной единицы Статья 76 Должно было быть исключено слово целостность Статья звучит так Республика Алтай в соответствии с федеральным законом путем преобразования Горно-Алтайской основной области в республику в составе Российской Федерации, как результат развития в России федерализма, реализации прав алтайского народа на самоопределение. Органы государственной власти Республики Алтай строят свои взаимоотношения с федеральными органами государственной власти, исходя из необходимости сохранения ее единства и целостности, защиты интересов всего многонационального народа Республики Алтай, основанных на Конституции Российской Федерации, Федеративном договоре и Конституции Республики Алтай. Также должна была измениться статья 109, которая гласит о том, что глава республики Алтай, председатель правительства республики Алтай выступает гарантом соблюдения конституции республики Алтай. В новой версии предлагалось убрать слово гарант и оставить, как выступает за соблюдение конституции республики Алтай. Но я так думаю, достаточно серьезные изменения, то есть они фактически меняют смысл конституции, смысл статей. И я как юрист могу сказать, что последствия от изменения данных пунктов на самом деле серьезные. И как бы там не оправдывала себя власть, она действительно, на мой взгляд, такая позиция, она очень опасная. И вот сейчас я хочу разобрать вот такие моменты, которые официальные СМИ, помощники главы Харахоргина Олега Леонидовича, причем я хочу отметить, что сам глава, какие-то комментарии, пояснения по данному закону, я их не видела, то есть официальных, он внес предложение, но дать пояснение он, к сожалению, не смог, не захотел. Я не знаю, по какой причине, поэтому отчитывали за его такие действия совершенно другие люди, на мой взгляд, которые, ну так скажем, опосредованно относятся к этой теме. Так вот, основные моменты, которые они обозначали, эти лица, как основанием для того, чтобы принимать данные изменения. Вот я их тоже перечислю, мы с вами коротко их разберем, чтобы было понятно, насколько абсурдны доводы, которые были в пользу изменения конституции. Первое, что было сказано, что то, что в Конституции указано слово целостность, это всего лишь отголосок Советского Союза, что когда формировались субъекты, то оставили те формулировки, которые были присущи Советским Республикам, и в частности вот это слово целостность. И что мы сейчас, имея в своей Конституции Российской Федерации понятие целостности, можем быть спокойны за субъекты и убрать это понятие из основных законов этих субъектов. Ну, вы должны понимать, что процесс изъятия понятия целостности идет в целом ряде регионов, это не только в Республике Алтай. И вот когда говорят про это, что отголоски прошлого, я вот здесь хочу сказать именно про Республику Алтай. В Республике Алтай Конституция была принята в 97-м году. То есть какие отголоски прошлого? То есть здесь после развала Советского Союза прошло достаточное время, и абсолютно самостоятельно формировалась Конституция, ее разрабатывал Валерий Иванович Чаптынов, ему помогал Занил Табаев. То есть это такие видные наши деятели, общественные юристы, которые на тот момент говорили о том, что действительно наша Конституция одна из самых демократических и самых, так скажем, идеальных среди основных законов субъектов Российской Федерации. О чем говорим? О каких отголосках Советского Союза? Это вот первый момент. Второе, почему якобы пытались нести эти изменения, потому что необходимо произвести соответствие с федеральным законодательством, и почему-то приводили федеральный закон об организации публичной власти в Российской Федерации. Этот закон, на самом деле, такой вот достаточно новый, он принят в 21 году после того, как были внесены изменения в Конституцию Российской Федерации, да, мы помним, там были внесены ряд серьезнейших также понятий, в том числе и публичной власти. И в этом законе, на самом деле, прописано то, что, то есть у нас власть вообще народная, так-то, вот согласно Конституции, но еще и появилось такое понятие публичной власти, которая включает в себя всю вот эту вертикаль, начиная с федеральных структур, заканчивая региональными и органами местного самоуправления. Это так называемая публичная власть. И когда вот нам говорили о том, что якобы нужно привести в соответствие с данным федеральным законодательством, не указали ни статью, согласно какой статье вообще у нас вдруг решили, что в Конституции Республики Алтай должна исчезнуть, должно исчезнуть понятие целостность территории. То есть в таком вот, в такой вот размытой формулировке само законодательство, если вы изучите, оно касается публичной власти, но оно никак не касается того, что вы обязаны убрать из своих уставов, Конституций понятие целостности. Такого нет нигде. Я не нашла. Если вдруг система власти считает, что я не права, укажите статью, покажите эту статью конкретно, где идет призыв нас соответствовать данной статье. Это первое. А второе. Согласно тому же законодательству и Конституции, как и России, так и Республики Алтай, изменение в Конституцию Республики Алтай вносится по согласованию с региональными органами, с нашими органами и по согласованию с федеральным центром. То есть получается, не может федеральный центр в одностороннем порядке решить, что мы должны, а что нет. И поэтому действительно возникают большие вопросы, то есть должны быть веские основания для того, чтобы и мы приняли вот это решение, которое бы позволило изменить Конституцию. А вот есть какой-то законный порядок, что-то вроде референдума, потому что, например, если мы вносим поправки в Конституцию Российской Федерации, обычно созывается референдум. Но это если нормально делать все, а не так, как сделали в нашем случае в России, да, несколько лет назад. Вот, есть же вроде такая же процедура, правильно? У нас процедура изменения Конституции осуществляется следующим образом. То есть нести предложение по изменению Конституции может глава Республики Алтай, а может одна третья депутата в Госсобрании Элкурултай, ну это вот ЗАГС Собрание, да, у кого-то называется у нас в Госсобрании. И это, вот сейчас не помню точное количество районных депутатов, они могут инициировать внесение изменения поправок, но принятие поправок, то есть решение принимать их или нет, выносится простым большинством депутатами Госсобрания Элкурултай. То есть они на сессии решают, принимаются данные поправки или нет. Поэтому в данном случае, как бы, участие народа, к сожалению, ну такое, опосредованное, только через депутатов Госсобрания Элкурултай. Поэтому мы и, ну вот я впоследствии потом расскажу, какие способы мы использовали для того, чтобы повлиять на данную ситуацию. Просто я продолжу, чтобы не сбиваться, какой еще момент они привели как основание для того, чтобы внести изменения в Конституцию. Это я уже сказала, что в Конституции Российской Федерации существует формулировка целостности территории, этого достаточно. Хотя на самом деле, если мы входим как субъект, а я напомню, что Республика Алтай и Федерация, да, как наше государство, оно федеративное, и Республика как самостоятельное государство, вошедшее по соглашению в состав Российской Федерации. То есть мы о чем говорим? О том, что и у нас должно быть понятие целостности однозначно. Это, это в принципе априори само по себе должно быть, и оно ни в коем случае не идет в разрез с Конституцией Российской Федерации, а наоборот дополняет. То есть получается у нас целостность наших субъектов гарантирует целостность всей Российской Федерации. То есть здесь вообще противоречий абсолютно никаких нет. Ну и потом самое популярное, что нам объясняет система власти, объясняла все эти дни, что ничего страшного в этом нет. Вот это вот любимое, ничего страшного, не волнуйтесь, что здесь как бы вот словечко чуть-чуть поменяем и все. Но я вам хочу сказать так, вот на примере даже закона о порядке отзыва главы Республики Алтай, есть такой у нас закон, был такой закон, по крайней мере, да, республиканский, там ежегодно, начиная с 12-го года, вносились поправки. Каждый год небольшие, вроде как несущественные поправочки. В итоге мы пришли к тому, что в данном законе из 9 возможных случаев, когда мы можем просто объявить недоверие главе Республики Алтай, объявить импичмент и потребовать отставки, из этих 9 случаев в конце концов осталось 3. Вот такими вот небольшими видениями. А в итоге сейчас вообще этот закон тратил силу, я даже не знаю, где мы можем найти тот правовой акт, который бы регулировал этот вопрос. Это к вопросу о том, что, ну ничего страшного. Понимаете, сегодня вы отменили целостность и гарант Конституции, завтра вы сказали, ну ничего страшного, если Республика будет называться не Республикой. Ну ничего абсолютно страшного. Это вот, знаете, извините, грубо говоря, на дурачка. Давайте на это не вестись. Всегда за всеми последствиями идет, вернее, за всеми ситуациями идут определенные последствия, и мы их должны видеть. Для чего реально была вот эта попытка изменить Конституцию, на наш взгляд? Итак, я вот выскажу просто мнение, то есть изначально я его высказала, что изменение Конституции, ликвидация понятия целостности территории может привести к таким последствиям, как объединение нашего региона с другими регионами, либо разделение нашего региона на мелкие какие-то территории, и также присоединение либо к другим субъектам, либо просто существование как самостоятельных княжеств. Также у нас здесь общественники, юристы высказывались и следующим образом, что целостность территории обозначает и сохранность тех административно-территориальных единиц, которые существуют сейчас, ну то есть разделены мы на районы, на муниципальные образования, и вот когда убирают целостность, то по их мнению есть возможность поменять и территории. Это вполне обоснованно, то есть в каком плане? У нас есть территории, которые, допустим, где хотят развивать туризм, крупный туризм, а он, грубо говоря, вот этот проект инвестиционный, он попадает по два муниципальных образования, то есть он захватывает территории двух муниципальных образований. И это определенные сложности создает, потому что нужно договариваться и с теми, и с теми, и с теми жителями, и с теми. А когда есть возможность перекроить республику согласно собственным инвестиционным проектам, что вот здесь территория будет, так скажем, турбизнеса, да, вот здесь территория будет Грепа, вот здесь территория будет Евтушенко, вот здесь территория Мишустина Путина, а вот это территория для коренных народов, ну это я так утрирую, да, вполне возможно, что это так может быть. Помимо того, какие предпосылки, ну так скажем, которые могут также подтвердить вот это вот предположение, это то, что у нас уже как два года решается вопрос о создании агломераций. Агломерация это объединение районов, городов в один агломерационный центр, где будет единая структура транспортная, единая система, как говорят, труд, так очень интересно, трудовая, то есть трудовая территория, единая система, единая система, ну организации инфраструктуры будут взаимосвязаны, и получается, что кто вот живет в агломерации, ему предоставляется определенные возможности, кто живет за агломерацией, ну там все меньше, как я это вижу, все меньше и меньше предоставления каких-то социальных каких-то, ну, так скажем, инфраструктур, возможности работать, учиться, ну, для того, чтобы люди перебирались, грубо говоря, в одну какую-то плотную территорию, за ними, опять-таки, исходя из общих тенденций по введению цифрового рубля, по введению вот этих вот тотальных, тотальной установки камер, можно говорить о том, что как раз это способ очень легко следить за людьми. То есть вполне вот это предположение наших общественников, я думаю, оно небезосновательно. Я считаю еще, почему, как бы говоря про, не только про Республику Алтай, я уже упомянула, что этот процесс идет во многих регионах, не во многих, но уже начался этот процесс в некоторых регионах Российской Федерации. Именно по ликвидации из основных законов понятия целостность территории. Я считаю, что эта тенденция, она связана с планами, которые были озвучены достаточно давно, и сейчас я о них тоже немножко сказала, об укрупнении регионов. Помните, в свое время, ведь не, так скажем, не один депутат, а несколько депутатов поднимали вопрос о необходимости укрупнения регионов, якобы это даст экономическую стабильность, якобы это позволит сократить управленческие аппараты и тому подобное, то есть зазывали плюшками. И я думаю, это было озвучено не просто так и не по их личной инициативе, это, в принципе, политика государства. Поэтому как бы было позволено об этом озвучить, ну то есть языками этих самых депутатов, представителей Советов Федерации и тому подобное. И в итоге мы переходим к такой глобальной проблеме, есть то, что ты затронул вначале, о том, что есть планы по разделению России, есть даже карты по разделению России. И вот это вот, так скажем, объединение субъектов на очень большие территории и потом последующих отделений, оно вполне, ну так, можно его проследить. Более того, что подтверждает мои слова? Два. Мы говорим об укрупнении регионов раз. Второе. Вы все, наверное, слышали о том, что вносится, было предложено внести в закон о принципах самоорганизации, внести такие изменения, которые касаются именно органов местного самоуправления, ну, грубо говоря, сельских администраций, которые должны быть ликвидированы и перенесены в более крупные центры, а на местах, в селах, деревнях, там не должны быть администрации, там будут некие старосты. То есть, представляете, что мы получаем? Получается некий огромный регион, где связь с органами власти, то есть народа и органов власти будет минимальна. Мы не сможем не выходить на общение, да, куда-то, если сейчас в любой деревне, в любом селе, как бы там ни было, ты можешь прийти в администрацию, постучать кулачком и сказать, ребят, вот здесь нарушение, вот здесь нарушение, давайте исправлять или как-то сообщать о своих там, ну, проблемах, да, или там, наоборот, какие-то моменты, предложения, идеи, то сейчас, ну, практически будет невозможно, потому что крупный центр далеко, а мы знаем, какая у нас проблема с транспортом, когда у нас фактически отменяются в маленькие села маршруты, вот эти постоянные рейсы, да, только можно с помощью такси как-то доехать самостоятельно, а вот такие вот, как раньше, маршруты обозначенные, их сейчас уже не везде есть, и вот как люди будут взаимодействовать, это вообще непонятно, то есть они будут тихо сами с тобой там помирать, грубо говоря, или пользоваться госуслугами, цифровым правительством, как это сейчас говорят, цифровое правительство, цифровые министерства и тому подобное, цифровые врачи, пожалуйста, искусственная интеллект тебя полечит, цифровое образование, вот ты сидишь дома за компьютером, тебе до школы ходить не надо, то есть это на самом деле страшно, вот эта глобальная тенденция, и очень как бы надо сопротивляться ей, нельзя ее, нельзя разрешать ей воплощаться, и вот этот вот закон о самоорганизации, законопроект внес, изменения в законопроект не сильны, но так очень интересно, этот законопроект еще не подписан, и его подписание отложено до выборов президента Российской Федерации. Я так подозреваю, чтобы рейтинг не путать и не портить накануне, да, все это дело. Вот, смотря, что думаю, как дополнить, если, допустим, основное население сгоняется в крупные города, то у нас остаются африканские деревни. Я думаю, что Тверь – это только начало, вот, и сегодня вышла новость вообще, что нас хотят здесь с мигрантами, в том числе из Таиланда, из Кореи, из вот той части, как это, Юго-Восточная Азия, получается, вот, то есть прям хотят открыть вообще ворота всем. И сегодня прям вот буквально вот тоже мне прислали видео, как парижские улицы превращаются просто в трущобы, там люди на улицах спят, там где-то сидят, в общем, просто так ты уже променад не совершишь, тут все завалено мигрантами, их вещами, в общем, такая, ну, как будто бомжи понаехали, знаешь, ощущение, думаешь, столица. Франция, Париж, красивое место всем восхищались. Сейчас там вообще ничего, не осталось восхищения. Я подозреваю, что вот это все, оно как бы вот так вот, и это, ну, как это, если не ближайшее будущее, то как бы перспектива, которую они хотят организовать не только в Европе. Подозреваю, что, в общем-то, вот во Франции, я так понимаю, что и на Алтае с мигрантами тоже серьезные проблемы. Да, абсолютно верно. У нас тоже это очень сильно возмущает. У нас достаточно проблем на селе, достаточно, я это освещаю, в том числе и сельственное хозяйство, мы сейчас как раз плотно этим занимаемся. И нас, конечно, вообще просто, ну, шокирует, и просто, конечно, негодование огромное, когда мы слышим о том, что готовы помогать там кому-то из Африки, кому-то там, вот, как ты говоришь в Саиланде и тому подобное, потому что, ну, знаете, мы не против помощи, но она должна быть... вот сначала помогите своим, обеспечьте своих, то есть обеспечьте обязательства перед нами, перед коренными жителями Российской Федерации, а потом уже, когда у нас все благополучно и хорошо, мы будем помогать другим. Но мы же этого не видим. То есть сейчас абсолютно все с точностью, да наоборот. И вот здесь, как бы не надо тешиться иллюзиями, вот эти вот выборы президентские, на самом деле тоже такая ключевая, мы к ним еще вернемся, но я просто хотела сказать, что вот про этот закон, который принимается после выборов, да, почему он опять принимается после выборов? Да потому что как поднять тот процент, который нужен Путину? А он вроде как собирается идти на эти выборы, да, но только за счет, как скажем, административного рычага, а если, извините, сельские администрации будут ликвидированы до президентских выборов, этот самый административный рычаг, ну, сократится минимум в два раза. И тот самый электорат, который сгоняет людей, ну, так скажем, разными способами или, допустим, сами голосуют определенным способом, он просто будет потерян. Поэтому, дорогие чиновники, милые, хорошие, вас просто, ну, грубо говоря, сейчас поматросят и бросят. Вот так, если посмотреть на ту тенденцию, которая происходит. То же самое и с силовиками, со всеми другими, потому как после президентских выборов неоднократно про это была речь, информация о том, что вполне возможно могут объявить мобилизацию. И тогда кого будут отправлять? Дорогие мужчины, остались практически вы, которые работают в своих силовых структурах. Поэтому не думайте, что другой пойдет. Поэтому это такой момент, который нам нужно понимать, что сейчас действительно то время, когда решается все. Арун, расскажи, пожалуйста, как им удалось противостоять вот этой инициативе, и что повлияло на то, что Харах Ордин отозвал этот проект? Да, действительно была проведена, я считаю, уникальная работа. Вот представляете, 25 сентября появляется новость о том, что внесены, идет, вернее, да, внесены предложения по изменению Конституции Республики Алтай. Сегодня у нас, какое, 28-е, да? 28 сентября глава Республики Алтай отзывает свои предложения. Что же произошло за эти три дня? Прежде всего, как только мы узнали об этой новости, мы сразу же ее озвучили. То есть все, наверное, видели мое выступление, оно широко разлетелось по всей Республике Алтай и России. Люди очень живо откликнулись, потому что для нас наша Республика это не просто территория, это наша Родина, это просто наша связь, это просто наша святыня, и мы не можем ее как бы оставить и отдать на растерзание. Поэтому люди очень живо откликнулись. Мы, естественно, понимали, что огласка это да, но нужны конкретные какие-то действия, которые могут также принести результат. И, как я говорила ранее, решение стояло за депутатами Госсобрания Элкурултай. И мы подготовили нашей командой, нашим народным советом, Совет Алтая, подготовили шаблон наказа для депутатов Госсобрания и призвали людей собрать подписи по данными наказами и направить своим депутатам в Госсобрание. Нужно понимать, что от каждого муниципального образования избирался какой-то депутат в Госсобрание. И то есть он был непосредственно ответственен перед этими людьми. И если эти люди заявляют о том, что мы не согласны, он обязан их интересы, их мнения взять как основу и вынести то решение, которое требуют от него избиратели. Поэтому люди поняли этот момент, стали активно собирать подписи по районам, по селам, для того, чтобы передать своему депутату, потребовать от него отказать в принятии поправок в Конституцию. Также параллельно выступили другие общественные объединения. Депутаты тоже высказали и выразили свое мнение по этому поводу. То есть получается уже сформировалось какое-то мнение со всех сторон данной проблемы. Люди стали активно высказываться и в чатах, и между собой, и также записывать аудио, какие-то статьи писать. То есть пошла огласка. Люди стали выходить в пикеты. То есть понимаете, это происходило все в три дня. То есть настолько мы активизировались, ну так скажем, сгруппировались просто, мы понимали, что 4 октября на сессии Эл Курултай должно быть вынесено решение по изменению нашей Конституции. Это было бы историческое такое, ну вот просто, ну нельзя было этого допустить, иначе, как я говорю, наши потомки плевали бы на наши могилы, потому что это действительно очень серьезное изменение. И поэтому мы вот так смобилизовались и поняли, что нам к четвертому нужно сделать такую работу, которую ну просто мы раньше не делали. И это у нас получилось. И когда пошел вот этот огромнейший резонанс, когда просто закидали, забросали депутатов в госсобрание смс-ками, звонками, документами, подписями, они стали даже писать, рассылать по чатам свое отношение, как мы говорили, мы с вами, мы тоже не согласны с принятием этих поправок. То есть они тоже стали людей как бы вот в этом плане поддерживать. Получилась такая консолидация. И просто я понимаю, что Олег Леонидович, просто он понимает, что если он сейчас примет этот шаг, а он у нас, я вам скажу, очень непопулярный, рейтинг нынешнего главы Харахордина очень низкий. Это если судить по отзыву о нем, как в чатах, в соцсетях, так и по тому рейтингу, медиарейтингу, который вышел недавно, который гласит, что он находится на последнем месте передо всех губернаторов. То есть медиарейтинг, это его, в принципе, появление в СМИ, которое говорит о том, что он непопулярен. Я как понимаю, он еще и как бы коренным жителем республики не является, вообще человек чужой фактически. Он совершенно человек, появившийся ниоткуда. То есть четыре года назад, в девятнадцатом году, его прислал, ну, можно даже открыто сказать, Кремль, как кандидата. То есть президент его, так скажем, порекомендовал его кандидатуру. И человека, которого мы никогда не знали, который до этого, для нас жителей не имел никакой связи с республикой Алтай. Он вдруг появляется, набирает, причем возвращает нам прямые выборы. А до этого, в связи с ситуацией в Беслане, как вы помните, были во многих регионах отменены прямые выборы. Эти выборы возвращают в республику Алтай удивительным образом, видимо, для того, чтобы показать, что люди проголосовали. То есть он и так пришлый, да, вот как бы, как грубо говоря. А тут еще, если бы его просто поставили, тогда бы вообще люди его не принимали, как все. А тут решили провести, как я вижу, вот такой хитрый ход и показать, что люди его выбрали. И провели голосование. Действительно, он там набрал якобы большое количество голосов. Естественно, вот сейчас мы поговорим, кстати, про эти выборы, да. И стал главой республики Алтай. Но став, ведь надо работать, а у нас, я говорю, регион достаточно небольшой, и мы видим, все дела вот прям сразу вылезают. То есть это не скроешься, не спрячешься, и все, что ты делаешь, видно сразу. Но что говорить о делах, если глава за 4 года, мы к нему приходили, ну, я не знаю, ну, раз в 10, наверное, мы к нему приходили, ни разу не принял нас. Мы писали заявление, она личный прием, а личный прием предусмотрен, туда нужно написать заявление, и он принимает. Ни разу не попали. Так о чем говорить вообще? Ну, и здесь началась проблема с распродажей земель Алтая, как я уже тоже много об этом освещаю. То есть олигархат сюда просто валом пошел, и начали реализовываться якобы крупные институционные проекты, которые на наш взгляд являются просто поводом и причиной захватывать самые красивые уголки нашей республики. И мы уже достаточно серьезно ограничены в том, чтобы вести свой традиционный образ жизни, потому что у нас традиционный образ жизни связан с сельским хозяйством, а наши угодья, пастбища, выпаса, они сейчас тоже, ну, где-то, где-то перегораждаются, где-то, ну, создаются условия более выгодные для развития туризма, и люди отказываются от ведения сельского хозяйства. То есть такая проблема пришла очень большая. При этом уровень качества жизни в республике Алтай не поднимается. То есть как мы были на 80-м месте, да, то есть в власти субъектов Российской Федерации, так мы и остались. То есть никакого скачка мы не увидели. Но проблем мы сейчас получаем очень много. И, конечно, такое положение вещей, оно и плюс вот это вот его инициатива по изменению Конституции сработало таким спусковым крючком для того, чтобы этому чиновнику объявить недоверие. И сейчас по всей республике идет сбор, и люди активно требуют отставки главы республики Алтай Олега Леонидовича Харахурдина. Слушайте, ну это просто здорово. Я не знаю, мне кажется, многие регионы, где есть похожие проблемы, вам могут просто позавидовать, потому что так объединиться, найти поддержку у депутатов, в общем-то, ну, видимо, понимают депутаты, что им тоже жить на этой земле, что они как бы люди местные, и если сейчас все пойдет в татарары, их тоже зацепят. И я думаю, что вот, собственно, можно сказать здесь, что, друзья, это пример того, как люди объединились, и буквально в считанные дни, за три дня, представляете, добились того, что, ну, пока, можно говорить, отсрочили этот проект, но я так думаю, что все-таки они побоятся, поняв, что народ объединился и за три дня такой сделал. Что же будет, если они начнут этот проект проталкивать, на что окажется способен еще больше народ. Вот, поэтому я думаю, что это вот тот самый классический пример, когда люди объединились, не устану это повторять, потому что объединить в наше время неспокойно, очень важно. Советы ли граждане, инициативные ли группы, где-то еще как-то вот. То есть, и вот все вместе действуют сообща, и это имеет результат. Вот, друзья, пример. Мне кажется, это здорово, Аарон, и классно, что у вас это получилось. Да, абсолютно верно, и я хочу сказать, что действительно это бы не получилось, если бы мы в свое время не создавали советы. То есть, это гиперважно, это основа консолидации людей. То есть, мы уже давным-давно, ну, как давным-давно, да, получается, тоже уже 4 года существует наш Народный Совет Совета Алтая, и мы активно участвуем в жизни, в общественной нашего региона по разным вопросам, не только по сохранению земли, абсолютно по разным, и по защите прав трудящихся, и по защите образования, и по защите здравоохранения, то есть, и по защите сельского хозяйства, то есть, по разным вопросам. Поэтому единомышленников у нас много налажена, система оповещения в регионе, поэтому очень быстро получается все сделать. И вот здесь очень хочется сказать вот такой момент. Сейчас вот идет вопрос, да, отставки главы, а далее понятно, да, если нам удастся этого добиться, то будут выборы. И вот здесь очень хочу всех призвать, и как раз, я думаю, будут смотреть мои земляки с Республики Алтай, есть у нас уникальный, уникальный просто инструмент. То есть, у нас сейчас, как люди говорят, ну, вот убрали его, поставят еще одного, то есть, другого, и скажут, вот вы за него проголосовали, и станет точно такой же, просто вот, ну, другого вида. Вот я хочу сказать, чтобы этого не было, потому что убрать, отправить главу в отставку, это полдела. А действительно, остальная часть, это выбрать достойного представителя. А для этого опять нужны советы, когда ты видишь людей в делах, когда ты понимаешь, что себя человек представляет, не только на словах, а это только можно в действии, да, проверить. То есть, мы выбираем народных лидеров достойнейших, и потом, как через выборы действительно показать, что народ поддержал данного кандидата, а не того, которого предложит, допустим, система и тому подобное. Это только изменить процесс выборов. Сейчас выборы, это тайное голосование, это трехдневное голосование, это электронное голосование. Все мы понимаем, что это вообще просто, ну, возможности для фальсификации огромны. Проверить результат реальный в таких условиях практически невозможно. Плюс муниципальные фильтры, плюс какие-то еще фильтры для того, чтобы вообще, в принципе, народный кандидат смог участвовать. То есть, ну, все сделано для того, чтобы народные лидеры просто не дошли до выборов, а если дошли, то их никто не выбрал, ну, не то, что никто не выбрал, а именно результаты были против этого кандидата. Поэтому, чтобы этого не было, есть уникальная возможность, как раз на той неделе анонсировали, была передача, Илья, да, вот по поводу того, что происходит с выборами, и была предложена уникальная система, это система открытых выборов, когда каждый человек видит, ставит голос открыто и видит голоса всех, и может сам лично подсчитать, сколько за кого было отдано голосов. То есть, грубо говоря, вы приходите в центральную избирательную комиссию, вам дают журнал, если сейчас дают для того, чтобы выдать вам бюллетень, то по новой системе вы просто приходите и в этом журнале, не где-то в бюллетене, который непонятно, где и куда будет выкинуть, да, в этом прошитом, вы пишете, я такой-то, такой-то, голосую за такого-то, и роспись. И вот эти вот данные будут опубликованы в открытом доступе, и вы можете хоть через 50, хоть через 100 лет проверить, за кого вы голосовали, посмотреть своего соседа, все подсчитать, и эти результаты озвучить, то есть проверь и быть уверенным, что действительно за это человек проголосовало большинство. Если кто-то думает, что, да вот, если тайное голосование, то на тебя давить не будут, да мы прекрасно знаем, как давят и в тех же учреждениях государственных, и говорят, фотографируйся, и так далее, и тому подобное, все вы эти истории знаете, поэтому о каком тайном голосовании можете речь? Просто это способ, так скажем, провести голосование так, как нужно, и не думайте, что на вас не будет оказываться давление, если вы тайно голосуете, еще раз мы это обсудили, это первое, а второе, кто вам сказал, что выборы должны быть тайными? Вы когда-нибудь видели, чтобы, я не знаю, там на Руси, князей, даже у нас на Алтае, да, Зайсанов выбирали тайно? Никогда такого не было. То есть собирались вечем, люди собирались и открыто голосовали, и говорили, я голосую за этого человека, потому что то-то, 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 а другой говорит, нет, а я за этого, потому что то-то, то-то, то-то. Каждый выражал свою позицию, обосновал и действительно говорил, я хочу, чтобы это было руководителем. Тогда была ответственность и на том, кто выбирает, и на том, кто избирается, потому что уже там какие-то нечестные люди, они уже не пойдут на открытое голосование, потому что не будут понимать, что их, так скажем, грехи, грешки и нечистые дела, они будут просто проявлены, и люди вот в этом открытом голосовании просто так и скажут, извини, но вот за тебя голосовать, так мы тебе все знаем, что-то там про ныра, да, вор и, грубо говоря, коррупционер. Поэтому открытый выбор это просто, ну, подарок судьбы. Это вот надо его брать, использовать, и тогда действительно мы выберем нормальных, честных кандидатов, а ведь все, что с нами происходит, это в первую очередь нужно понимать, потому что у нас у руководства такие люди. Понимаете, инструменты, бюджетные средства и тому подобное, они нейтральны, то есть есть нейтральные, ну, так скажем, все нейтрально, все зависит от того, кто управляет, кто этим управляет, кто и куда это направляет. И вот как раз тут как кадры решают все. Поэтому наша сейчас задача, вот почему такой закон, почему такие проблемы, да, мы вот говорим, да потому что с ними можно бороться бесконечно, вот как мы сейчас в Республике Алтай, мы активны, но мы вот на все стараемся реагировать, но и то мы намного не успеваем, потому что настолько вот эта машина выпускает все новые и новые, на наш взгляд, антинародные инициативы, что это просто диву даешься, их работоспособности, так скажем, в обратном ключе. Поэтому здесь вот, ну, я выход вижу только в том, что действительно менять руководство мирным, законным способом, через отставку, через выборы своих кандидатов, но менять такими кадрами, мы, ну, очень, ну, вот эта постоянная, так скажем, борьба с ветряными медленницами, она может бесконечно продолжаться, до тех пор, пока совсем страна не развалится, поэтому давайте уже как-то приходить в разум и говорить, ну, ребят, нас не устраивает, и мы хотим выбрать нормальных кандидатов, чтобы нормальные люди руководили, не так, чтобы нам скамейки покрасили, и мы радовались, ой, спасибо, дорогие, скамейки покрасили, но вы знаете, что вообще-то это социальная обязанность государства, вы за эти налоги платите, вы так-то, знаете, вам за эти налоги и за продажу ресурсов вообще должны сделать бесплатно коммунальные, оплату коммунальных услуг, бесплатно проезд и тому подобное, потому что у нас самая богатая страна, и мы все продаем, но почему-то населению от этого не холодно, не жарко, и вот такие моменты нужно просто реально адекватно, или там бабушки говорят, ой, мне пенсию платят, и слава богу, я за Путина, слушайте, бабушка, вы, во-первых, работали столько лет, чтобы эту пенсию получать, а во-вторых, Путин не из своего кармана платит, более того, вы знаете, сколько не доживает людей до пенсионного возраста, или сколько людей, ну, совсем чуть-чуть живет на этой пенсии, а потом уходит в мир иной, куда девается эта зарплата, ну, не зарплата, куда эта пенсия девается, вы об этом думали? А сейчас еще есть инициатива о том, что будут уменьшать пенсии, вчера только писали, что денег не хватает, выдержитесь, вот, и там опять придумывают какие-то поводы, чтобы уменьшить пенсии, там, по-моему, все эти коэффициенты, проценты, еще, как-то еще придумали, там, новые такие вот вещи, ну, катимся, как говорится, катимся. Но при этом, замечу, Грефу по миллиарду выделять в год минимум на один проект, на это деньги есть, на один только проект, у него этих проектов сотни, и он, нужно помнить, что он банкир, и у него своих средств предостаточно, но тем не менее, бюджет Российской Федерации должен ему помочь, например, у нас здесь запроектирована дорога, как мы понимаем, по планам Грефа, к одному из планируемых курортов, 6 миллиардов, не жалко, вот не жалко, а бабушкам вот жалко, то есть такой вопрос, такой момент, очень серьезный, я думаю, что то, что сейчас произошло в республике Алтай, это реально, ну знаете, как показатель, который необходимо каждому региону брать на вооружение, как ты, Илья сказал, то есть каждый должен взять это себе, ну так скажем, как яркий пример, как можно действовать, как нужно действовать, и верить в то, что у вас все получится, понимаете, все получается, когда люди вместе, когда объединены, когда у них чистые мысли, помыслы и намерения, все получится, ничего не бойтесь, и менять руководство, не бойтесь, понимаете, вот это вот какое-то, ну по-моему уже, ну извините, тупое вот это, ой, да как бы не было хуже, ребят, да уже все хуже, уже хуже, поэтому давайте уже менять, реально, поэтому давай, все заговаривайте, поэтому, основную мысль, что хочу, я очень рада, что у нас получилось, такой короткий срок, консолидироваться, проявить свою волю, и добиться результата, конечно, я тоже понимаю, что, думаю, попытки будут, более того, я так понимаю, что сейчас активизируются силовые структуры, и допустим, в отношении меня начнутся какие-то, возможно, вещи и моменты, потому что прекрасно система власти понимает, что я являюсь лидером, здесь, в республике Алтай, и что я тут тот человек, который как раз, ну так скажем, эти процессы толкает, являются таким вот, скажем, ну вот таким двигателем, двигателем изменения общественных, вот этим вдохновителем народных масс, и, конечно, они понимают, что если меня им ликвидировать, жизнь у них гораздо упростится на какое-то время, потому что все равно, я вот говорю, дорогие чиновники и силовики, она упростится, но на какой-то период, потому что дальше вы также, как я вижу, пойдете вот в эту просто месивую мясорубку, и вам тоже будет не очень-то хорошо, там не всем светит оказаться в раю, и где-то там с денежками жить долго и счастливо, поэтому подумайте об этом, и я, как я говорю, я предвижу, что у вас вполне возможно в отношении меня начнутся, тем более после этого случая, Олег Леонидович, наверное, очень зол, очень зол, что это все у него не сработало, но я думаю, это тоже временное явление, мы все помним Ахатму Ганги, мы Ленина, да, тоже были преследуемы, но в итоге они все равно победили, и я очень, для меня такой пример, яркий, это Светлана Михайловна Ладарусь, которая также уже преследуема много лет, но тем не менее, она не сдается, но тем не менее, она продолжает бороться за свой народ, за Россию, и когда такие люди есть, и они рядом, я просто думаю, ну, грех нам, как говорится, жаловаться, надо просто брать пример и действовать, вот и все, все есть, дорогой народ, начинай себя спасать сам. Ну, вот я хочу отметить еще тот факт, что идея открытых выборов, вот этих открытых голосований предложил движение «Строим будущее сами», описание к видео, ссылку на их сайт, где можно зайти, почитать документацию, вот Ару, ты, в принципе, уже многое из этого рассказал, но, наверное, будем завершать с Юрией, хочется в завершении сказать, что, друзья, в общем-то, берите пример Алтая, потому что все можно, все возможно, главное было бы сплочение, главной была бы единая цель, и, невзирая на какие-то мелкие разногласия, люди шли вместе, в сторону общей цели, добивались не только, так сказать, для себя, но и для каждого, я думаю, в этом широкий смысл каких-то вот прав, там, какого-то социализма, там, государства по принципу семьи устроенного, что не каждый сам за себя, как в той же Европе, там, потребители эгоистов воспитывают, и нас таким же образом уродуют, к сожалению, вот, а что все за всех, и тогда все у всех будет, и тогда все будут на равных, тогда все будут счастливы, и каждый друг за другом будет горой, я бы сказал, и в этом, наверное, принцип всего нашего государства, независимо, от республик, не республик, регионов, не регионов, и я думаю, что в этом большая перспектива, большого светлого будущего, к которому мы все-таки вместе дойдем, вот как-то так, я думаю, Арун, спасибо тебе большое за такое вдохновляющее видео, я думаю, что зрители оценят и начнут действовать, обязательно подкручатся к движению «Строим будущее» сами, посмотрят сайт, ну и, конечно же, буду следить за твоим каналом, за твоими действиями, от себя добавлю, что не дадим в обиду, Арун, будем освещать, что бы там ни случилось, вот, и люди со всей страны, наша аудитория, она подхватывает обычно такие вещи, и все вместе мы гласно, что добиваемся справедливости, спасибо тебе большое, рад был тебя видеть, вот, я думаю, что наши зрители тоже поблагодарят тебя за этот эфир. Да, спасибо вам тоже, отдельно разоблачено канал, который всегда, и тебе, Илья, который всегда просто освещает, все проблемы России, в том числе и нашей республики Алтай, и мои преследования, вам огромное признать, и, конечно, я хочу выразить огромную признательность жителям республики Алтай, но которые тоже проходят определенный сейчас такой процесс, вот, выбора, да, то есть сколько грязи на меня льется, сколько преследований идет, и сейчас просто каждый, на каждого идет такой вот, ну, как бы ответственность, и просто, ну, знаете, как такой момент, вот, какой-то перетурбации, когда каждый делает выбор, и определенные внутренние процессы, они очень сильно идут, и поэтому я благодарю всех жителей за их стойкость, за их несгибаемость, и за то, что они вот тоже проявили в этот серьезный для республики момент, вот этот максимальный патриотизм. Я вам тоже прям низко кланяюсь. Спасибо большое, Arun. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok